Друзья, ну что же, сейчас мы поговорим более конкретно, в чем собственно наша проблема, ведь рядом со мной сидит замечательный Андрей Лохматов, это организатор кинофестиваля Гражданский проект. Привет, Андрей. Здравствуйте. Только человек сел, она сразу поняла, что он замечательный. Конечно, я чувствую. Мгновенно. Только человек сел, она сразу начала песни Аллегровой. Привет, Андрей. Это называется женская интуиция. Сейчас я немножко засмущался, потому что мы сейчас поговорим о том, в чем наша проблема, я сразу почувствовал себя каким-то психотерапевтом, думал, нет, это не та программа. Нет, нормально, все так, чувствуй себя. Будем считать, что замечательным, Яна тебя назвала, из-за твоего замечательного проекта. Нет, это что-то личное, но мы будем об этом. Ну, в целом, если говорить, то ты действительно выступаешь в роли психотерапевта, который помогает людям выговориться, пусть уже через фильмы, которые они снимают. Поэтому ты все правильно понял, действительно, это передача, в которой ты приглашен в роли психотерапевта. Андрей, чем, собственно, отличается гражданский проектор номер 2 от номер 1? Ну, тем, что больше фильмов, в два раза больше фильмов, тем, что, в принципе, выше была организация, надо было больше мне подготовиться. Если в прошлом году мы это все придумали в сентябре и в ноябре мы уже это все устроили, то есть и дали людям снимать времени только полтора месяца, в этом году мы дали 4 месяца. Соответственно, фильмов было не только больше, но они были еще и качественнее намного. И, ну, так, наверное. Какой фильм, что ты посмотрел и сказал «Вау»? Все. Нет, больше. Нет, ну так, конечно. Фильмы «Вау», ну, это одесситы, они очень хорошо порадовали. Это фильм «Токсик ТВ», он занял второе место в игровой номинации. Фильм, вот и «Снегиревки» мне очень понравились фильмы. Это то, что я сказал, действительно, «Вау», потому что «Снегиревка». Вот вообще хотелось бы поподробнее об этом, потому что я смотрела участников «Киев», «Одесса», «Николаев» и тут «Снегиревка». Ну, мы в этом году вообще хотели как-то привлечь больше районов. Вообще, да, как география, она значительно расширилась, да? Нет, ну, просто в прошлом году были фильмы из Одессы и из Киева, да, и в этом году тоже. Но мы просили управления культуры нашей областной помочь с донесением информации в нашем конкурсе в районы. Потому что нам говорили, что южноукраинские там снимают кино, в 1 мая с кино, нам рассказывали об этом, что там есть люди, которые снимают кино. Вот, мы попросили донести эту информацию, там сделали презентацию, там отправили афиши. Вот, и вот одна «Снегиревка» собственно отозвалась. И нас это очень сильно удивило, потому что я когда посмотрел первый фильм, человек прислал 5 фильмов коротких. Я посмотрел на качественную съемку, на хорошие идеи. И в конце увидел в титрах «Снегиревский район Дом культуры», очень удивился и сказал «Вау», собственно. Это здорово. Это уже не Дом культуры, это уже «Снегиревская киностудия», 5 фильмов. Маленькая, да. Причем, причем потом, как я выяснил этого Владимира Литвинова, режиссера, он снимал эти фильмы за один день. И он когда ванкету заполнял, он писал фильм «Вор», снят 7 сентября. Причем под конец уже, как бы мы принимаем до 15 сентября, он под конец. И это не выглядело так, что человек снял за один день фильм, потому что действительно было очень хорошо. А кем он сам работает? Человек купил себе смартфон, приехал с Негирев, говорит, ребята, будем снимать фильмы. Я не знаю, кем он работает, но мы с ним говорили после фестиваля. И он сказал, что он с какого-то там 87-го года, у него мечта снимать кино. И вот эти фильмы он сказал, что это его чуть ли не первая работа. Андрей, ты себя почувствовал человеком, который воплощает... Психи, который воплощает... Мечты человеческие. Человек с 87-го года мечтал... Конечно, я рад, что... Ну, вообще, как бы мы понимаем, отдаем себе отчет, что мы создали определенную площадку, которая дала смысл многим ребятам снимать кино, потому что до этого, в принципе, смысла не было. Мне так и говорили, ребята, спасибо, что вы сделали, потому что я бы хотел снимать кино, но снимать его просто в стол, либо выложить себе там ВКонтакте, это одно, а снимать, когда вы полный зал смотрят, это совершенно другое. И члены жюри уровень, конечно, очень и очень. Да, да, спасибо. Да, это же замечательно. Не, мне до сих пор не дает вот слова этого Литвинова, касательно того, что он мечтал с 87-го года. То есть, грубо говоря, 28 лет человек носил в себе мечту снимать фильмы, и в какой-то момент, в 2015-м появился гражданский проектор, человек смог реализовать мечту, которую он так долго, собственно, охранил в себе. Мне кажется, это, наверное, собственно, один из ярких моментов этого проекта, в котором можно сказать, что реально мечты можно воплотить в реальность. Гражданский проектор. Мечты сбываются. С Андреем Лохматовым. То, что у тебя какие-то мечты с Андреем Лохматовым, это давай не сейчас. Вы поставили себе планку сделать Николаев столица картометражки, и уверенно к этому идете. Да, спасибо. Сколько километров осталось, чтобы стало все-таки столицей? Ну, еще надо, надо еще прийти, надо для начала, как мы хотим, больше привлечь юг, Херсон, Запорожье, Днепропетровск. В Днепропетровске снимают фильмы, но почему-то нам не присылают, не дошли как бы мы до них еще. Просто, как бы, в Снегиревке интернет уже есть, а вот в Запорожье, в Херсоне... В Днепропетровске. Да, в Днепропетровске. Не, в Херсон был у нас фильм, было два фильма, тоже была интересная ситуация. Прислал два фильма, папа и сын. Ой, и дочка. Дочка в шестом классе. Дочка сняла фильм на одну минуту, назывался он «Равлыки». Там про улиток, которых сама девочка, она их озвучила, вместо ситуации, когда девочка подбегает фотографировать улитки, улиток к улитке разбегаются от этой девочки, и они там переговариваются между собой. Какой-то... Да, было очень смешно, и все, кто просмотрели фильм, сказали, получили массу удовольствия, но сменялись от души. А папа прислал фильм про Ивана Купала. Просто там три минуты, девочки пускают венки на воду, и начитка о празднике Ивана Купала. И вот отборочный тур не прошел пап, дочка прошла. Приехал папа вместо дочки, вот, все равно он приехал, вот, и, ну, девочка как бы ничего не заняла, никакое место, но вот оценили зрители, сказали, очень, очень интересно было. Ви, привет! Привет, Вау! Какая хорошая буква! Да, и птички поют. Ой, смотрите, кто это? Что это за великаны тут идут? Ой, что-то страшно, наверное, я спрячусь. И я тоже очень быстро побегу. Все, побежали, подружка! Побежали, побежали! Побежали, побежали! Быстрее, быстрее! Очень быстро побежали! Скорей, скорей! А-а-а! Убегаем! Убегаем быстрее! Это человек, человек, надо быстрее прятаться! О! Убежали! Что вот, если мы говорим о Николаеве, как столице документа... Просто короткометражного кино, что еще, кроме вот гражданского проектора, может как-то обучение какое-то, может какой-то вот коллективизация вот людей, которые вертятся в этой сфере, что планируется? Слово коллективизация! Коллективизация, сразу, да, что-то 80-ми, 60-ми... Все сбросили свои камеры в одну кучу, это все общая. Ну, на самом деле, входят мысли, и только у нас, и у режиссеров, создать киностудию в Николаеве для того, чтобы была база для всех этих режиссеров, чтобы они могли ее использовать для своих съемок. В принципе, говорили уже там с некоторыми людьми, которые могли бы помочь там финансово. В принципе, люди соглашаются где-то, да, давайте думать. Возможно, как-нибудь мы к этому придем, мы создадим такую какую-то небольшую киностудию, чтобы вот могли уже более серьезно заниматься вот съемками кино в Николаеве. На самом деле, ну, скажем так, мы, если раньше мы говорили о том, что вот, почему, собственно, мы это все придумали, если это грязанский проектор, потому что мы видели кинофестивали «Молодость», «Докудейз», другие фестивали украинские, мы не видели там Николаевского, ничего. Вечно Киев, Одесса, Харьков, кто снимает кино, где есть университеты, либо киностудии. И мы, собственно, это и придумали для того, чтобы вот была такая площадка, и вот, собственно, мы к этому начинаем приходить. «Молодость» отбирает фильмы из Николаева, от Николаевских режиссеров, либо от Николаевского конкурса. Вот, и начинает мотивация того, чтобы попадать в эти кинофестивали. Ну, вот так вот, может быть, придем к тому, что будет киностудия. Николаев начнет снимать кино. Тем более, что мы видим, это получается. Очень верим. Ну, это очень интересно.